Все идеи осуществимы. Теперь карагандинские энергетики могут воплотить свои самые смелые проекты в реальность. Их готовы рассмотреть на республиканском конкурсе, специально организованном компанией «Эргономика». Четвертый конкурс энергосберегающих и экоохранных идей «Эргономика будущего» стартовал сегодня. На торжественном мероприятии побывала Аида Ибраева. Открытие республиканского конкурса «Эргономика будущего» стал долгожданным событием для постоянных участников ежегодного мероприятия. Конкурс, проводимый уже четвертый год подряд, стал своего рода стимулятором идей для карагандинских инженеров, которые в дальнейшем могут успешно трудоустроиться. Очень много интересных идей и много творческих, интересных, необычных подходов. Мы очень заинтересованы в проведении этого конкурса. Во-первых, заинтересованы в привлечении грамотных инженеров, заинтересованы в привлечении людей творческих к себе на работу. Когда собирается интересный творческий коллектив, и результат работы фирмы, конечно, совсем другой. Артем Юн, будущий архитектор студент Карагандинского государственного технического университета, со своим проектом «Энергосберегающие технологии жилья» стал победителем конкурса в прошлом году. А сегодня молодой человек думает над воплощением проекта в жизнь. В принципе, реальная идея на 98%, то есть ее реально можно построить в наших условиях, просто нужно все более детально изучить. То есть я, например, не энергетик, я студент архитектуры, и я не могу точно сказать, сколько будет вырабатывать электричество. Я могу сказать приблизительно, что дом будет вырабатывать столько-то, столько-то электричества. Сейчас я этим занимаюсь, я делаю новый проект, энергосберегающий тоже. Новизна и оригинальность идеи, решение существующих проблем энергосбережения, возможность реализации на практике и эффективность применения. Главные критерии проектов для участия отвечают всем потребностям государственной политики, экономии и развития. По словам председателя жюри конкурса Галии Таткеевой, в этом году в эргономике будущего произошли кое-какие изменения. В первую очередь это пропаганда идеи энергосбережения. Сейчас это первоочередная задача стоит перед каждым казахстанцем. Я хочу сказать, что вот у нас пять номинаций, и вот четвертая номинация у нас добавилась, это Экспо-2017. Сейчас эта выставка стала национальным проектом, и государство поставило задачу перед всеми вовлечении всех в участие в этой выставке. Большую поддержку в проведении конкурса уже в четвертый год подряд компания «Эргономика» оказывает как местные власти, так и иностранные спонсоры. По мнению участников творческого мероприятия, не помешает привлечь еще больше заинтересованных лиц, ведь проекты обширны, и реализация их требует больших вложений. Очень бы хотелось, конечно, чтобы сюда приходили не только участники, которые идут сюда с интересными идеями, а также приходили люди, которые могли бы чем-либо проинвестировать, быть заинтересованы со стороны вложения в развитие страны в целом. Это прежде всего на руку и самим инвесторам, и обществу. Сегодня в конкурсе принимают участие в основном студенты, однако жюри «Эргономики будущего» готовы рассмотреть инновационные проекты от участников в возрасте от 8 до 80 лет. Свои заявки они могут оставить на сайте www.ergonomica.kz с 15 февраля по 15 апреля. Айда Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Култенов